Выставка иконописца и выпускника Астраханского художественного училища имени Власова Романа Илюшкина открылась в областном центре. В основу экспозиции легли авторские фотографии, рисунки и письма детей из Донбасса. Кстати, икона в исполнении Романа Илюшкина с образом благоверного князя Александра Невского расположена в иконостасе Храма Христа Спасителя в Москве. Римма Хохлова продолжит тему. На этой выставке пронзительная тишина. Настолько страшно то, что легло в ее экспозицию. Портреты рано повзрослевших донецких школьников. Их недетские глаза полные ужаса. Разрушены дома и монастыри. А также рисунки самих детей, письма ребятишек из Донецка, Лавайска, Дебальцева. Свидетельства их украденного детства. У которых вместе, наряду с игрушками детскими, кубиками, мячиками, медвежонком, игрушки, которые принесла война, боевые гранаты, автомат, патроны. Это и такая очень символичная надпись «Мирному краю мирные игры». 70 авторских фотографий, детских рисунков и писем легли в основу выставки «Мы из Донбасса». Их привез в Астрахань выпускник астраханского художественного училища имени Власова, миротворец, а ныне Волгоградский иконописец Роман Илюшкин. Серия его фоторабот была создана при поддержке благотворительного фонда «12» и министерства иностранных дел ДНР во время выставочного турне «Мы хотим мира». Астраханские зрители, участники выставки, не скрывали волнения. Незладимое впечатление, потому что все-таки мы привыкли видеть, что рисунки детей отражают действительность, что они видят вокруг себя. Дети Донбасса не видят таких ярких красок. Здесь видна боль, печаль, страх в этих рисунках. Эта выставка, она все-таки как зов такой, да, то есть зов, обращенный к каждому из нас, чтобы мы не были равнодушны к боли. И сделали все, чтобы наконец-то в Донбассе наступил мир. Мы как священслужители молимся об этом. Для Романа Илюшкина Донбасс нечто святое, сокровенное. Миротворец показывает орден Великой Отечественной войны второй степени. Эту награду получил его родной дед, освобождавший Донбасс в 1943. А вот руководитель поискового движения в регионе Александр Даиров встречался с донецкими школьниками. Во время встречи в Донецке в школе один из мальчиков сказал, говорит, а можно ли считать нашего одноклассника героем, который во время бомбежки, увидев свою сестренку маленькую на площади, побежал и закрыл ее своим телом. Мальчик погиб, но девочка была спасена. Я говорю, безусловно, это герой. Спас нерукотворный. Этот образ спасителя служил воинской хоруглию. Русским боевым знанием с ним воевали на поле Куликовом. Иконописец решил написать и подарить такую икону в подарок героическому народу Донбасса для одного из православных храмов.